Не жади Меня мама Коротого сына А жди Мошенников вора Меня засосала Тюремная трясина И жизнь Моя вечная Тюрьма Конечно, бывает скучность Больше там в камерах Ну, а куда здесь не было Ни денег в тюрьме Ни резиновые, все их не уместят В принципе, при углу, может вам, конечно, здесь не хватает воздух Так вот, в том то и дело, что одновременно все не встают Одновременно не встают Ну, кто-то отдыхает, кто-то там читает, чем-то занимается Ну, как близуха на положение, так-то приспособились, куда деваться-то Ну, конечно, человек, можно понять, конечно, по татуировке Кто есть кто там, допустим Опять же, зависит все от качества татуировки Какая на него татуировка там Ну, конечно, приходилось Чему же не приходилось Человек же сразу-то определили Допустим, я так же там по Централу где-то ездил Заходил в камеру, так же ко мне относились И так же я там с кем-то встречался точно так же Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Раньше человек, если он в Арубехоне, уважающий себя человек Он действительно, он прошел все гриппи, все изоляторы, все буры. Он знает, что он ни грамма, ни в чем нигде не запачкан. Это вор в законе. А сейчас что? Сейчас он приходит в зону, ему 24 года от рода, он уже вор в законе. Такой он вор, он жизни не видел вообще. Бродяску? Бродяск, Вячеслав Васильевич, завтра 6-го субъятого, начальника 6-го субъятого. Халиков? Раньше начали, значит, мы татуировки тоже, воры в законе, так. Потом начали делать татуировки, значит, мы, наверное, встречали это на груди Сталина Ленина. Тогда была мода, когда я сидел. Мода у меня же, по-моему, и встали, что я чуть-чуть тут не пойму. Тут вот, тут вот, все. Да это, черт, это ни наколки нет, это уж ты никак, или блатной не пляшь, что не будет с фраером. Вот тут, я не буду встануть скерять. Вот, Ленин, Карл Марк, предыдущий. Ну, Сталина Ленина кололи из-за чего? Из-за того, что давали высшую меру наказание. Да, если есть у вас эта наколка, вы уже не подлежите расцелу, потому что наколок вошь. Говоря об истории нашего исправительно-трудового учреждения, стоит вернуться к 1930 году. Тридцатые годы лихолетия, когда на базе бывших монастырских зданий были преобразованы как бы в коммуну. Когда постановлением Уральского исполнительного комитета здания бывшего женского Иоанна Предтеченского монастыря было передано в пользование НКВД. Постепенно коммуна была преобразована в колонию уже взрослую, усиленный режим за злошное нарушение закона. В основном отбывают наказание люди, совершившие тяжкие преступления, убийства, изнасилования, грабежи и другие опасные для общества деяния. Раньше я сразу скажу, кто в 1928 года сидел, я скажу, что это все по наколкам идет. Вот я сразу скажу, ага, 1927 год, 1928, почему тогда Орлов караулино еще, Орел вот тут. После уже пошло, пошли Сталина колоть, Ленина отдельно, или на спине, или тут, значит, потом вот эти монастыри, а сейчас ведь вон что про этого Пилхова, он вот с чертей, там, с папой он ее жарит, вот это вот, посмотришь, ну, дрянь вот эта вот. Ну, если он носит такой плагерный характер, то, я же говорил, уже второй паспорт. Просто некоторые вопросы не нужны. Если человек, там, отсидел, второй раз падает, и многое о нем уже говорит. То есть его можно просто прочитать, как книга, все. Ну, в основном, что можно по татуировкам определить? Прежде всего, наличие судимостей, или они называют это одна судимость, ходка через зону. Татуировки в местах лишения свободы наносятся определенным смыслом. Основные группы преступников, это воры, воры, вот, эти традиции, воровские традиции, это неписанные законы преступной среды, они насаждают среди других, значит, осужденных. В преступной иерархии, ну, во главе, конечно, стоит вор в законе, крестный отец. Затем авторитетные воры, авторитеты. Затем большая группа, значит, называет их мужики, то есть, которые непрофессиональные преступники, ну, например, за автодорожное происшествие, за хулиганство, за драку. Если он имеет, значит, множество татуировок, которые показывают его преступное прошлое, он пользуется авторитетом среди других заключенных. Ну, вот, персень, первый персень обозначает, судим за грабеж по малолетке, гоп-стоп. Второй персень, вот, половина короны, затушенный, половина белая, дорогу через малолетку, а это отсидел срок полностью, ну, полностью затушенный персень. Это вот вроде как палач. По темным понятиям, это, который человек придерживался каких-то воровских традиций. Обычно колют убийцы, их колют. Обычно они их колют. Это человек, человеку-зверь называется. С одной стороны, профиль женщины, с другой стороны, профиль зверя. Это еще не делалось. Больно не терпел. Больно, скажем. Эти места очень больные. Каждая наколка, она что-то обозначает. И не каждая наколка, ты имеешь в себе право колыть. Ну, вот, одни из них вот. Ну, парусник означает то, что я вел особый разъездный образ жизни, то есть перекочевал с места на место. Ну, вот это у меня здесь пират и череп. То есть пират это разбой. Череп с ножом. 102 статья убийства. Тоже, допустим, у многих арестантов есть крест на теле. Есть мысль с Иисусом, то этот крест говорит о том, что это человеку ворозаконно. Вообще, это кельтский крест. То есть... Так, определенный мистический символ. Но здесь это, прежде всего, мишень. Перекресть и прицелы. В тот момент, когда она носилась, говорила о том, что веду образ жизни, который рано или поздно приведет меня к печальным последствиям. Вот я вспоминаю, я начинал работать, скажем, 20 лет назад. Было какое-то такое массовое стремление обязательно сделать какие-то татуировки в местах лишения свободы. Вот. Значит, мы наказывали за это. Сейчас, сейчас, у нас, согласно нашего закона, татуировки в местах лишения свободы, они запрещены, вот именно их производители. Татуировки. Ну, так-то по закону запрещено, но... ...мудряемся все равно делать. Ну, как одного человека ставят на атас, чтобы за милицией смотрел. Мы делаем. Ну, как там, через знакомых или через кого-нибудь находишь, кто делает, договариваешься, там, за определенную цену, то есть все. Все ищешь место, рисунок. Или, например, на словах ему говоришь, что мне приблизительно тот, 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 он тебе накидывает, например, на леске бумаги, там, так пойдет, да, например, все устраивает. Там столько-то, столько-то. Все находишь место, где сделаешь, делаешь все. Хм. Меняется все, когда с салутства заходишь даже. Не в качестве гостя, а так. Со сроком. Вот эта машинка, это, можно сказать, мой хлеб. Здесь. Работаю. Зарабатываю себе на существование. Данную колонию, здесь все знают, что я калю хорошо. Ко мне сами идут. Кому-то переделать рисунок, кому-то новый что-то сделать. Не разница, нет, чего наколоть. Либо платить. Вот обычная бритва, механическая для бритвия. Делаешь приставочку, одеваешь калпачок, струну затачиваешь. И все, заливаешь сюда тушь, калпачок. Заводишь ее. И она начинает работать. Особой дорогой Леонардо да Винчи, видать, был. Ну, его же никто не видел, правильно? Ну, что, ну, человек, как человек. Особой оси. Я ничего не имею. Не подзвон гитары сими струнами, А подзвон ключей у сторожей. Стоя в окошко ночью лунной, Я прощался с матерью своей. Неужели мама не уснула Своего родимого сынка? Молодым меня ты провожала, А теперь встречаю с дождем. Не сказали, что зарыть землю, За печорой быстро юрикой. И старушка горько зарыдает, Обливает жгучею слезой. Не был у мамы я зарыд землей, Но с землей крепко связан был. По глубоким шахтовым забоям Много мама горя. Так налей же, мама, больше водки, Водкою свою я груз залию, Позабуду лагерные муки, И от счастья песню вам спою. Позабуду лагерные муки, И от счастья песню вам спою. Ну, в принципе, не секрет, что, как бы, Между камерами, то есть, существует, как бы, Называется дорога в тюрьме, в принципе, Между камерами существует сообщение. Это огромные палки такие, И берется там, делается веревка, И можно написать записку в любую камеру, Где можно, в принципе, Написать этого маляву в любую камеру, Отправить и, как бы, вот, Сообщаться, как бы, со знакомыми тебе людьми. По этой же дороге можно отправить, И если где-то, вот, плохо с чаем, сигаретами, То есть, вот, отправлять даже вот такие Маленькие, да, бандероли. Ну, как бы, еще существует, Если сокамерники, как бы, вот, знают, Что он, скорее всего, выйдет на волю, То берется клочок бумаги, на нем пишется что-то, Заворачивается все это в полиэтилен, Вот, и эта торпеда, грубо говоря, Его засовывают в задний проход. Там, в день могли кормить три раза только манной кашей. Жидкой манной кашей. Без соли, без сахара, без ничего. Манная каша. Все. Это вся была еда. Ну, вот, утро – это завтрак. Вот эта вот каша непонятная. Все, я так понимаю, из каких-то второсортных продуктов. Хлеб, там, второго помола, у всех там, Животами было, как бы, нехорошо от этого хлеба. Обед – это вот какой-то суп, и все пресное, и, ну, абсолютно там видно даже, Что просто какая-то вода и какие-то вот овощи плавают. Представляем? Возвращаясь. 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 Вот, я тоже, потому что, Возвращаясь. Возвращаясь. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я сам болел два раза дистрофией. Я испытал ее в двух видах. Это самый худший микс дистрофии. Я, извините за выражение, не писал и какал кровью. Питание очень плохое. То, что, видимо, приносят. И вот они там с семьями живут. Там кому-то что-то приносит. Вообще мы хлеб туда, сало. Вот я солью сало. Три килограмма сала. Мы покупаем самые дешевые какие-то продукты и посылаем. Два месяца как бы я ел то, что в месяц положена одна передача. Это сейчас я не помню, но какое-то определенное количество, там, килограмм пищи. Там плюс сигареты, там, чай. Вообще мы не знаем, что туда доходит. Мы ничего не знаем. Люди говорят, что доходит очень все плохо. Что посылайте самый минимум, потому что все это забирается. Вот я пять штук лимонов ему передала. Я уверена, что не пойдет. Килограмм шоколадных конфет. Ну, это ему не будет у него. Я уверена, что это ничего не будет. Ну, сахар, наверное, передадут, хлеб передадут. И, в принципе, на это питаешься, это не так часто. Ну, по крайней мере, у меня не было такого чувства голода, которое вот появилось потом, как бы через два месяца, какой-то недостаток витаминов есть. И тут, и тут есть как. Тут, по-моему, не поздай на обед. Не торопись на работу, не опоздай на обед. Вот такие вот девушка дела. Можно определить по татуировкам его вкусы, интересы, какое преступление он отбывает наказание, какое положение занимает в преступной среде. Тематика очень и очень велика. Самая низшая категория в преступной среде это так называемые опущенные. То есть мужчины, которые в колонии исполняют под принуждением, чаще всего, женскую роль. Эти вот изгои, парень опущенные, иногда спать он только под нары. С ним не положено здороваться, значит, взять у него кто курит и так далее. Вот такие дикие, неписанные существа. Я встречал такого обиженного, у него был на лице на кого-то раб. Факт налицо. Все это у него клеймо на всю жизнь. Как он стал? Кто это сделал? Это уже никого не интересует. Главное, что с ним это сделали, и он такой человек. Они вообще живут отдельно. Ну, как на волях называют, там, голубые, допустим. Они живут отдельно. Питаются отдельно, за столом они отдельно сидят. У них свои столы, и все. Они самые низшие косты. Обижены. Я к нему могу ему что-то отдать. Будьте меня чай, я ему налью, я уже посуду. Ну, не бойся. Каждый человек здесь ищет себя ровно. С кем может дать свое личное, тот же клей. Что же я дурак совсем? Ну, как, почему? Потому что я себя уважаю, меня уважают люди. Я его авторитет. Как это так? Он даже не имеет права мне в глаза посмотреть. Подойти, посмотреть в глаза, потому что ему саму башку влачу был. Как нужно лучше подходить к людям, разговаривать с ними. Нужно всех понимать, что, не так скажешь, можно получить в лицо. Некоторые с малолетки приезжают, допущены. Некоторые ребята, у них ни курить, ни чаю нет. Они сами начинают. Много вариантов. Есть вариант, человеку задолжал, проигрался там в что-нибудь, в нарды, в карты. И отдать не может. Не ему дело, а условия. И ему приходится. Почему? Менять свой цвет? Устал. Устал сидеть, это во-первых, проводить много времени в страхном изоляторе. Это очень трудное решение. Для меня непосредственно было. Ну, есть, конечно, среди должностных лиц плохие люди, то есть по зэковскому козлуевикам. Козлуевик. Осужденные, но которых поставила администрация исполнять какие-то функции, какие-то обязанности. Было время, когда я там находился, что даже ключи находились у этого континдента. они спокойно могли зайти в камеру, делать, что хотят и как хотят. Слово «гозел» это нехороший человек, короче, который может тебя сдать представителям администрации, подставить, написать на тебя докладную и так далее, и тому подобное. Ну, в таком плане, короче, которые не приветствуются в нашей лагерной жизни. Ну, в счет своего благополучия могут подставить близкого какого-то, еще что-то. А в нашей жизни это нехорошая каста. Я приехал в колонию на малолетку в январе, а на администрацию стал работать где-то в середине апреля. Как говорят на зоне, козел работал на администрацию. Он просто один раз сходил, помог в администрацию. После этого он постоянно стал ходить, помогать. Когда я сидел на малолетке, я хотел освободиться по УДО условно-досрочно. Мне не удалось. когда я сидел в шезон в штрафном инсуляторе, мне соседние камеры кричали. Что когда я выйдет в шезон, ну, куда мне обувь в шезон, что мне разубьют голову, порежут. Мы выражали физической расправой. Я решил, что лучше мне не выходить в колонию, потому что жить все равно хочется. Я решил написать отказ от зоны. В закрытом помещении в шезон я просидел 8 месяцев. В шезон сидишь там камера нара все больше ничего. на улицу выводят раз в день на час. Серепанов Николай Николаевич 1979 года рождения. Хотя 44 и 6 в шезон. Лучше, чем свобода, нету ничего. все свободен. Ловили, ловили, поймали, посадили. Ты знаешь, что я перед тем, как меня посадили, я был в бегах. Сокрывался от милиции. Мой лучше, чем свобода, ничего нет. Потому что у меня нет вокруг заборов. Если я захочу, я могу пойти, куда захочу. Два квартала, там остановка будет автобусная. Автобус от Нью-Йорка. Селишься, едешь на вокзал. Сейчас мне не надо идти, куда хочу. Я сейчас хочу пойти на автовокзал, сесть на автобус или на электричку и уехать домой. А там уже будет делать, что запечу. Да. Я приезжаю, меня сразу харь тридц нас пришел и там меня раз сразу выдергивает, пашет. Ну, избили, короче, нас сажают в воронок. Ну, один там, ну, деревенский, он раз за решетку, а там в воронке как два отсека, ну, это дверь решетчатая, мелкая клеточка такая. Ну, он взялся так рукой. Ну, тут три мусора сидят, один с собакой. Ну, это ничего не говоря, берет приклады, ему по руке бьет. Ну, я сидел рядом, вижу, но он молчит, ну, я просто ему говорю. Я говорю, что, держаться уже нельзя, что ли? Он говорит, держитесь так, ну, что, за воздух, что ли, держаться? Ну, и слово за слово мы цепляемся. Ну, я его посылаю, нахуй, короче. Ну, и все. Тут он мне говорит, короче, будешь выходить последний. Я говорю, да мне какая разница, первый или последний. И уже все, когда вышли, уже Столыпин подошел, все, и я выхожу, он один мусор здесь стоит, и он меня ногой бьет вот так вот. Я с воронка, просто я удержался на ногах. Ну, и вот по этой туннели, там, пока бежишь, тебя там травят собаками, штыками колют. Там-то не видно, как они собаками травят. Они же здесь не будут собаками травить, при людях, правильно? В туннели, когда заходишь, там вольных никого нет. Одни мусора, собаки, все, там больше никого нет. Был в такой известной тюрьме, Соликамск, под названием Белый Лебедь, в которой я ничего хорошего сказать не могу, в которой у меня, конечно, на всю жизнь оставил очень большое впечатление. В этой тюрьме я своими глазами видел несколько раз и смерть людей. Один осуженный, он попал на Белый Лебедь и вот в течение двух недель он не выдержал и бросился в пилораму. Это было на моих глазах. Пилорама работала, идет в нее балан и он вместе с этим баланом бросился в эту пилораму. Вы сами представляете, что от него осталось. Ну, что касается Белого Лебедя, это было организовано еще при коммунистике. То есть посмотреть, как вот по принципу, когда сказал вот Белый Лебедь, что зэк самый скорейный зэк, и, наверное, по один принципу была построена эта тюрьма. Это учреждение, Белый Лебедь, оно имело очень много значений. Во-первых, сломать авторитетов, как они и преступники. Второе, это раскрыть нераскрытые преступления. Туда отправляют тех, кто с точки зрения администрации является отрицательным элементом. Там ни окошек, ничего нет, батареи нарисованы с коричневой краской. Разумеется, холодно, но полдеревянный, никак. Кожу, ну, кодневальный, принеси, кожу, градусник, а там пластинка нарисована. 5, 10, 15, 20 градусов, видишь, показывает. Она нарисована краской. В августе прошлого года на питание выделялось 67 копей гудей, одного из кочевого. Это стоимость 300 грамм хлеба. Даже пристали не надевал, больше. Все подполковники доходят. Зашли, придраться, не на чему придираются. Вот. И начинают уроченнят. Первые сведения у нас были страшные о пытках в 89-м году. Они получили. Любого человека. Вор в законе он. Не вор в законе. Кто он такой? Из него делают вот амебу. Пытки совершенно жуткие. Но самая страшная пытка это пресс-камера. То есть страшнее ничего нет. И люди, которые проходят многие пытки, когда их сажают в пресс-камеру, то они ломаются. То есть это когда ты сидишь среди специально подорванных заключенных, которые выполняют распоряжение оперативной части. они с тобой могут сделать все, что угодно. И выдержать это невозможно. Ты, например, не спишь. Я сидел в пресс-камере, я знаю, не спишь. Ну, ты боишься спать, потому что тебя, ну, боишься просто этих, я их называл, крокодилами в яме. Ну, там обычный отрицательный элемент ломают. Ну, там, бьют, беспредел, там, и все. Ну, устраивают здесь беспредел, пресс-каты есть, понимаете, такие пресс-каты. бросают, например, в ходе, там, человек 26, дорогой, такие, кочки бросают, что-то там, могут тебя сломать, могут там, обесчезть, понимаете. Приезжают, забирают, говорят, вот, посоветуем твой арест. Ну, типа, камера пыток, или что, как ее называют. Ну, она герметична, сама по себе, герметична камера закрывается. Вот, с пола открывается, там, три или четыре люка, и вот, оттуда вода прет. Мне, вот, до определенного уровня наливают они, они могут ее полностью залить водой, могут там определенные уровни, смотря по твоему росту. Вот заливают ее вот так вот, или по городу заливают, чтобы ты не смог уснуть. «Белый левец» на руку, «Белый левец» на руку, «Обещая пашню» на руку, «На полный лук» «Обещая пашню» на руку, «Обещая пашню» на руку, «Обещая пашню сон». А теперь Приехал я домой, похоронили все Все мои деньги ушли Спустила их все на похорона Ко мне девчонка приходит, говорит, Сенька, там твою мать пошли откапывать Трое цыган Выкопать там, забрать золото, деньги, драгоценности И все И всем троими отрубил голову, повесил на соседние ограды У меня свои законы, говорю, не трожьте святые Не посягай на святой, я тебе со мной живу Вот здесь на веках глаз значит не буди рядовой такой значит не имеет права на эти татуировки на глазах а это просто полет для того что когда ты спишь чтоб не подошли значит надзирать или посмотрели не буди такое огромное среднем население полтора миллиона зэков своих сотрудников так они наш бюджет не удерживает они переполнены например камера там у нас 4 на 4 метра сидит там 3-4 человека такая же жизнь обычная собрались мы там все знали друг друга не один год у нас довольно таки быстро время пришло там тоже можно и просвещаться и читать какую-то литературу есть уже на спорные игры это же жизнь как у лагеря только по граничным пространством вы себе представить 24 часа в сутки 120 человек сколько времени приходится одному человеку на парашу на экран окно и это это так он длится уже довольно таки давно при полность уже началась где-то с 90-го года уже камеры все были переполнены в крупных городах после этого количество заключенных все росло росло и росло камеры рассчитаны 16 человек 27 настоящий момент бывает больше ну как договариваемся кто-то спит ночью кто-то спит днем просто время распределяем и все ну как приспособились договариваемся по сколько часов спит каждый человек по 6 по 7 часов как получается смотря сколько человек в камере узнает с человеком способен приспосабливаться глубину к любым условиям за такое время привыкаем тюрьма перебиты камеры там он рассчитан на 16 18 человека содержит по 50 с лишним человек там пол камеры в этих язвах там чухаются эти гнойники это все чесотков шик клопо в море у Сызрани все стены красные от этих клопо изменились внешние вещи но в сущностном плане как система уничтожения и подавления личности вот от гулах остался ведь гулах это ведь не только лагеря это еще такая неразборчивость избыточность и сверх жестокость репрессии вот в этих условиях все что возможно сделать мы делаем но к сожалению сегодня экономическое состояние таково что в полном объеме реализовать это просто невозможно то есть тогда когда большое переполнение когда скажем на одно место приходится там по пять-шесть человек мы стараемся скажем такие меры принимать как дополнительной влажной уборки камера с тем чтобы как-то создать более-менее нормальные условия если так можно выразиться представляем возможность покупления дополнительного воздуха открываем форточки камера но условия отсутствие там надлежащего свежего воздуха вентиляции и так далее конечно влияют на ухудшение здоровья сейчас меня видел начальник санчасти на меня готовятся документы по болезням не освободить то что все болезни у меня нажит и в зону едва живут как любит 100 тыс больных туберкулеза 20 тыс больных неизлечимой формы туберкулеза лекарственной устойчивой это страшнее спины то есть обычными антибиотиками не лечится это называется инфекцией значит 21 чума 21 я сам тоже туберкулезная к болезни хорошо знакома что вот эта вот форма туберкулеза это как раз дело рук наших тюренчиков но человек заболел туберкулезом и начинает лечить и вдруг кончается лекарство и перестают лечить потом лекарство приходит и вот снова начинает лечить в результате такой вот такого способа лечения палочка становится резистентной как говорят ну то есть она становится невосприимчивой к обычным антибиотикам главный источник опасности главный резервуар именно из-за лагерей потому что эта палочка коха выращены в наших лагерях вы это должны понимать это не что-то такое случайное произошло эта палочка выращивалась как бактериологическое оружие в наших лагерях безопасность здоровья не у нас не гарантированно у нас этого нет и поэтому когда осужденный наносит татуировку были случаи когда значит очень заражение было когда очень тяжелое положение со здоровьем воспользованный процесс после наколки он по-любому будет я его никак не предотвращу я считаю грязь в организм попадает она же должна там прижиться от меня здесь ничего не зависит я естественно страхуюсь что лишняя грязь не попала стараясь сделать все аккуратно чисто я закал уже жженкой жженка принцип такой это значит берется плавится кабук как обычный скерзов сапога плавится до такой степени что он превращается в порошок растирается через марочку все это протирается получается такая пыльца пыльца это разводится мочевый желательно того человек которому колет и получать своего рода я жженкой только и полю жженка она чернее получается не расплывается с годами все ярко получается и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 пресекается такой у кого-то там подруга в другом отряде то есть не выйти локальная система вот это масса трудностей все равно находит в их длину но знаете тут как сказать семья здесь есть когда хлебничаю делят единственный кусок хлеба там с друг другом а есть семья ну как вам объяснить которые живут половой жизни когда у человека на душе плохо должен с поделиться я лично женщина я вот противник что ты вот живешь женщины да она лежит на секции лежит на кровати влюбляется целуется это не очень приятно смотреть знаете я женщина должна быть женщины не престижно женщине быть женщины да мне много ну начала я делать их вперед вот с момента задержания как ну все примитивно делалось там иголочкой туши не то что машинки у мужчин там на замок змея символ властью четыре колючки четыре года срок первоначальный надо было как-то психологически настроиться может быть это меня побудило не знаю что вот я уже стала настраиваться тогда что поеду в зону вся молодость в тюрьме у меня наколка ты там это я мол выше тебя там ну в этом роде вот так да как авторитет в зоне звезды на коленях это обозначение было такого что перед администрации не стану на колени вот начало моей карьеры и все раньше отвечали за наколки если ты не знаешь как ответить за эту наколку там допустим могли руку сломать или так избить просто если простой обыватель на коль такие звезды ему будет очень плохо могут просто побить для на строгой зоне куда он попадет еще остались старые арестанты в старые времена могли срезать опять же и побили бы его тоже хорошо и просто-напросто бы срезали на живую взяли бы нож и срезали его просто привязали к той же бойке и срезали эти наколки вместе с кожей у меня это времена те отошли это старинский резина вращаться вращаться с ног за это спрашивали а сейчас все хочет и сейчас дачу хочет принести малью что и кольт к раньше татуировки и все это они соответствовали твоему образу жизни но в данное время у молодежи я не знаю у них практически смотришь на их татуировки и поражаешься они не соответствуют ни его образу не мышлению его жизни ничего а сейчас все они полят все что им нравится что не нравится раньше для это спрашивала это вот сейчас новое поколение идет они так одному что наколка вот тоже связано или паук с наркотиками там или игла у них на клуб редко с наколком видишь это раньше вот мы сидели у нас в основном наколки были сейчас нет такого даже вот ни разу не видел что кто-то кололся или просил чтобы накололи нет такого тоже новая молодежь новые наколки амбалютные они да всякие уже с наколками вот сейчас спрашивала вот бабочка у одной наколота говорю ну так что это вот бабочка обозначает она уже мне объясняет что если бабочка значит она идет вот посередине места там туловище идет шприц это значит наркоман я потом вот в этой системе 60 начала 60-х годов работаю да где-то было такая вот к татуировке ну какой-то ореол такой знаете даже в армии но вот мне кажется что последние годы вот десятилетия это идет на спад это становится не модным можно массу примеров привести когда осужденный освободившись из мест лишения свободы пытаются избавиться от этих татуировок тем самым они приносят как говорится жертву то сказать и внешний внешний вид в результате чего происходит изменение состояния кожи вот но они стараются избавиться от этих татуировок ну здесь вот я выводил сигареты выжигал у меня были татуировки остались как это свела я татуировки посводил ну здесь была одна наколка здесь было пиковое сердце пораженное ножом колется на полку людей которые всегда готовы потянуть убийство колол ее по малолетке будучи не знаю сначала потом кида узнал я решил ее свести потому что я по большому счету на емом убийстве становиться не собираюсь довольно таки хлопотное дело засыпается вместо марганцовкой завязывается тем же бинтом и мочится проходит про проходит реакция и просто-напросто она выжигается и все ну как это с наколками там подумаешь так вот опять же замуж выходить надо как кольцо одевать это уже вот кололись так то на этой руке как это не колешь то что знаешь что на это кольцо одевать уже старались как-то не колоть мне даже в автобусе вот я еду да мне стыдно держаться за ручку вот обувь и держался за перёд мне даже стыдно понимаете вот это уже голе подходит я не знаю прямо не стыдно наколки не хочу больше я эти-то постараюсь хотя бы самое с виду вывести потому что вот на свободе в этот раз как-то это или просто я взрослее наверное встала наверно вот это может всего скорее и мне стыдно иногда я прячу руки убираю волосы чтобы не видать так было наколку ваши воспринимал нормально что это рисунок память там озоне там или еще а сейчас это считаю глупость не обдуманным самим решением по молодости наколки я больше не сделал и говорят примета есть нельзя колоть человек иначе ты его потеряешь у меня такое получалось два раза что я наколола и потеряла человека время ушло уж вот вы Продолжение следует... 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 Продолжение следует...